Я хочу приступить к основной части обучения и ознакомить вас с дудуком и с его семейством. Дудук состоит из двух частей. Первый – дудук сам, целиком, который изготавливается из абрикосового дерева и трости, язычка. Дудук в Армении называют также абрикосовой трубкой. Не хочу повторяться, но это объясняется тем, что дудук изготавливается именно из абрикосового дерева. Дудук имеет 10 отверстий, 8 из которых находятся на передней части, а остальные 2 – на задней части. 9 из них используются как ноты, а нижняя используется для достижения лучшего звучания. Для того, чтобы иметь хороший дудук, нужно также приобрести хороший язычок. Он позволяет нам воспроизвести чистые ноты. Хочу сказать, что, как большинство духовых инструментов, дудук имеет свое семейство. Есть много дудуков, изготовленных в разных тональностях. Во время наших сольных выступлений мы обычно играем в тональностях ля, си-бемоль и си. А для аккомпанемента существуют дудуки в тональностях фа, соль. Мы также имеем дудуки с более высоким звучанием, как до-дудук, ре-дудук, которые используются как в симфонических оркестрах, так и для аккомпанемирования струнных инструментов. Да и в наши дни дудук может использоваться везде, даже вместе с духовыми инструментами. Вопросы, которые нам обычно задают начинающие музыканты, такие, Армен. Начнем с первого вопроса. Армен, скажи, пожалуйста, действительно ли только из абрикосового дерева изготавливается дудук? Или все-таки есть другие виды пород? Да, вы совершенно правы. Кроме абрикосового дерева, дудук изготавливается из орехового дерева, вишневого, в древние времена даже из костей животных. Но, совершенствуя инструмент, мастера смогли найти именно тот материал, с помощью которого мы получаем наше шелковое звучание. И это абрикосовое дерево. Еще один из вопросов, достаточно важных, это по поводу самой настройки инструмента. Каждый ли мастер настраивает инструмент одинаково? Или все-таки было время, когда мастера настраивали по-разному инструменты? Был великий мастер дудука, Карлен Манукян. И если, конечно, я не ошибся с фамилией, да простят меня мастера, но я не уверен по поводу фамилии. У него нота до была настроена следующим образом. То есть мизинцем мы могли закрывать половину седьмого отверстия. А сейчас в работах наших мастеров шестое отверстие закрывает ноту до. Хочу также сказать, что дудук — инструмент транспонированный. То есть нота до на дудуке играется как ля на фортепиано. Этим я хотел прояснить этот нюанс нашим учащимся. Еще один из вопросов, Армен, это про плотность самой древесины, которую я изготавливаю. Говорят, что чем тяжелее дудук сам, тем лучше и качественнее он звучит. Правда ли это? В этом есть некая правда, поскольку дудук, изготовленный из старого дерева, получается лучше. И дерево должно высушиться 5, 10, 15 лет, чтобы мы достигли лучшего звучания. И самый главный вопрос, который задают нам почти все, это как определить, что инструмент профессиональный. Чем отличается профессиональный инструмент от непрофессионального, да? И, может быть, есть какие-то определенные обозначения на инструменте? В первую очередь нужно обратить внимание на логое, так как каждый мастер имеет свой собственный логотип, который присутствует на дудуке. Можно понять по отверстиям, внешнему виду дудука, а также немножко отвеса. Хочу сказать, что человек, который не разбирается в этом после покупки дудука, может выяснить, профессиональный это инструмент или нет, только с помощью эксперта.